Заместитель председателя Сахалинской областной думы Александр Кислицын находится с рабочей поездкой в Ахинском районе. Сегодня он пришел к нам в студию, чтобы ответить на ряд вопросов. Здравствуйте, Александр Степанович. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые Ахинцы. Александр Степанович, какие законопроекты были рассмотрены Думой за первые месяцы 2017 года? После Нового года началась последняя сессия, 11-я сессия Сахалинской областной думы и нынешнего созыва. Всем известно, что в сентябре этого года состоятся выборы уже нового состава. Но тем не менее, за прошедшие два месяца интенсивно работали, за два месяца провели шесть заседаний Сахалинской областной думы. Если говорить о наиболее значимых законопроектах, которые были приняты за это время, ну, прежде всего, это изменения в бюджет Сахалинской области. Я попозже поподробнее скажу. Изменения порядка избрания глав муниципальных образований. Изменения условий выхода государственных и муниципальных служащих на пенсию. Закон о почетных званиях Сахалинской области. А изменения в законы выборов Сахалинской областной думы. И вот это только часть законов, которые мы обсудили. Ну, то есть работа уже проведена большая. Работа проведена большая. Ну, у нас на заседании, как правило, рассматриваются от 20 до 30 вопросов. То есть, вот если шесть заседаний, то уже около 200 вопросов рассмотрено. Ну, это немало. Большое обсуждение в обществе вызвали изменения в порядке выборов глав муниципалитетов. По сути, выборы главы АХИ – это последние всенародные выборы. И дальше мэров будут утверждать депутаты собраний. Для чего это сделано? Ну, вот, поэтому этот вопрос наиболее часто задаваемый, наверное, на встречах сейчас с населением Сахалинской области. Ну, принято это не от хорошей жизни. Дело в том, что вот те выборы, которые проходили в последние годы, они показали, первое, очень низкую явку населения, особенно на муниципальных выборах. Второе, качество избранных глав или избранных мэров далеко от идеального. Как правило, большей частью избираются люди, или выдвигаются люди далекие от понимания целей, задач, управления районом. Ну, здесь далеко ходить не надо. Вот выборы, последние выборы в Ахинском районе. Вы выдвинулось 10 человек. Все, и осталось сейчас 5. Но люди совершенно разные. И, наверное, они действительно хорошие люди, специалисты в своих отраслях. Но ведь районного управлять-то должен человек, который знает эту работу, имеет соответствующее образование, опыт работы. Я понимаю, может быть, заведующая детским садом, и я ее знаю, она хорошая заведующая, но будет ли она хорошим мэром, у меня вызывает очень большие сомнения. И плюс к тому же все остальные кандидаты примерно такие. Поэтому вот именно недостаток подготовленных кандидатов вынудил принять закон, изменить закон и принять порядок назначения глав муниципальных образований. Почему именно назначение? Ну, прежде всего, комиссия отбирает кандидатов. Также любой желающий может подать заявку, но там будет уже учитываться и образование, и стаж работы, и умение работать. Отбирает комиссия, потом представляет двух кандидатов на рассмотрение собрания городского или районного, а это собрание уже утверждает данную кандидатуру. Поэтому, я думаю, наверное, и там будут какие-то проблемы, но вот по качеству подбираемых кандидатов это наиболее подходящий вариант. Я думаю, что вот это как раз и послужило основным принципом для того, чтобы как бы изменить эту ситуацию. А вообще, вся проблема именно, что у нас отсутствует система подготовки кадров, особенно вот на такие должности. Если вот я уже человек достаточно взрослый, прожил много и застал советские времена, тогда система подготовки была несколько другая. Человек поработал в районе, его забирали в область, он поработал там в области, возвращали его в район на какую-то уже руководящую должность. Уже с опытом. С опытом работы, уже с знанием структур, которые были там, которые на уровне области. Потому что сегодня, сегодня работать вот так, в одиночку, просто так, избрали какого-то дядю Васю, да? И все начинать с нуля. И все начинать с нуля очень сложно. Поэтому, конечно, нужны люди такие, которые знают порядок, как, куда обратиться, по крайней мере, с каким вопросом. Должны юридически быть подкованы, должны экономически подкованы. Вот такие люди нужны сегодня. Поэтому, ну, как бы, Ахе, может быть, повезло, может, не повезло, они действительно единственные, последние, которые избирает себе мэра. Глаз народа. Да, да. Глаз народа. Хотя, с другой стороны, ну, в общем-то, депутаты, которые будут назначать нового главу, они тоже избранные населением. И они тоже имеют все основания говорить, что они действуют от лица народа. Александр Степанович, а в сентябре пройдут выборы депутатов Сахалинской областной думы. Есть ли законодательные изменения в грядущей выборной кампании? Есть, да. Действительно, к этому сезону, а это 10 сентября, мы должны обновить законы Сахалинской области. И эти шаги уже делаются. Ну, прежде всего, внесены изменения в закон о выборах Сахалинской областной думы. Но они больше, больше свойства технического такого приведения в соответствии с теми изменениями, которые прошли на федеральном уровне за эти 5 лет. Поэтому больше технического плана. Но есть изменения, такие принципиальные изменения, допустим, изменения избирательного барьера. Значит, у нас установлен избирательный барьер 7%. Если партия набирает 7%, она допускается к распределению депутатских мандатов по единому округу. Сейчас этот уровень снижен до 5%. То есть партия, набравшая 5%, будет допущена к распределению мандатов. Но это важный пункт. Но есть и другие вопросы. Вопросы, прежде всего, связанные с численностью депутатов, работающих в Думе. В Думу избирается 28 депутатов. Сегодня 21 депутат из 28 работает на постоянной основе. Мы на позапрошлом заседании приняли законопроект, который сокращает количество депутатов, работающих на постоянной основе, до 12. То есть 12 будет работать на освобожденной основе, а 16 на неосвобожденной. Понятно, что этим людям, которые будут работать на неосвобожденной основе, им будут компенсировать затраты, которые они понесут в связи с выполнением депутатских полномочий. То есть, если надо им ездить на сессии в Южно-Сахалинск, проживать там, какие-то вопросы решать, передвигаться по территории округа для того, чтобы организовать встречи, эти средства им будут компенсированы. Второе, что сегодня делается, я уже сказал о том, что у нас принято решение и в России, и в Сахалинской области об увеличении стажа работы муниципальным служащим до 25 лет. И выхода на пенсию после 65, даже если он ушел в 50 лет, или там 55 лет на пенсию, он все равно получать вот эту муниципальную пенсию сможет только с 65. Точно такие же изменения мы готовим и в отношении депутатов Сахалинской областной думы. То есть, это тоже вопрос, который сегодня обсуждается, и мы на ближайших заседаниях будем это рассматривать. И стаж работы будет учитываться, да? Стаж работы обязательно будет учитываться. Стаж работы, если сегодня достаточно для того, чтобы получить доплату к пенсии одного года работы, а максимально три года, то в новом законопроекте будет установлен минимальный срок 5 лет, то есть полный срок работы думы, а максимально это 10 лет. Чтобы не сразу убегали. Чтобы не просто так пришел, поработал, ушел. Работал действительно с заделом на будущее. Ну и есть вопросы, связанные с нарезкой кругов. У нас Ахинский округ последние годы был отдельным округом. Но сегодня ситуация такая, что из Ахи, в общем-то, достаточно большой отток населения. И сегодня уже количество избирателей находится на самом минимуме, которое необходимо для наличия этого округа. И вероятнее всего, в ближайшее время будут внесены изменения. И Ахинский район обвиняет еще с каким-нибудь районом. Ну, у нас ближайший Ногликский. Видимо, самый напрашиваемый вариант – это Ноглики, да. Ну, то есть это связано с оттоком населения? Да, это связано с тем, что сокращается количество избирателей в Ахинском районе. Ну, будем не отдельно. Надо стараться, чтобы росло здесь население, не падало. Александр Степанович, впереди Международный женский день. Может быть, вы скажете несколько приятных слов нашим женщинам? Конечно, я с удовольствием использую время сегодняшнее с тем, чтобы поздравить нашу прекрасную половину населения Ахи с Международным женским днем 8 марта. Я всегда говорил, что наши Ахинские женщины самые красивые на Сахалине, это может и в России. Поэтому я желаю всем им, прежде всего, счастья, здоровья. Женщины очень эмоциональные, поэтому им обязательно нужна любовь, любви, семейного благополучия, всего хорошего. Главное – не унывать и повышать. Самое главное – увеличивать население нашего Ахинского района. Спасибо, Александр Степанович, за добрые слова. И спасибо, конечно, за интересную беседу. Спасибо вам, спасибо, уважаемые телезрители, за внимание. Спасибо.